В эфире ток-шоу «Город и люди». Меня зовут Ольга Любимова. Танцы – это один из самых древних способов выражения эмоций и вид психотерапии. Они возвращают яркость чувств парам, давно живущим вместе, и позволяют по-новому взглянуть на своего партнера. Как утверждают специалисты, танго, вальс и полька-бабочка не раз помогали сохранить семью, которая, казалось, вот-вот развалится. Танцуют все темы нашей программы сегодня. Танец – это вертикальное выражение горизонтального желания, убежден наш гость. Встречайте танцмейстера московских балов, преподавателя бальных танцев Дмитрия Ваганова. Дмитрий, здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, а что значит московские балы? Вы организуете какие-то балы, прям специальные? Да, сейчас действительно возрождаются традиции балов, и люди хотят отдыхать, отдыхать красиво, танцуя, общаться при этом. Ага. Но здесь очень важно, потому что одно дело, когда наши люди любят общаться, отдыхать и танцевать, это если про ночной клуб мы говорим, там, в общем, не важно, как кто танцует. А если речь идет о бале, то все-таки здесь уже как-то не хотелось бы, как корову на льду, да, оказаться? Конечно. И нужно как-то уметь, наверное, танцевать, чтобы к вам попасть на бал. Конечно, есть определенный этикет, и есть программа тех танцев, которые исполняются на балу. Это вальс традиционно, венский вальс, медленный вальс английский, фокстроты, медленный фокстрот, быстрый фокстрот, танго. Ну и сейчас в бальную программу включены также латиноамериканские танцы, это румба, чирича, самба и так далее. А кто тогда, ну понятно, я не могу себе представить профессионального артиста балета или профессионального танцовщика, который решил отдохнуть, пойдя потанцевать, да, как у меня здесь одна подруга, балерина, уже сильный в возрасте, она говорит, что мне государство специальную пенсию платит, чтобы я не танцевала. То есть мы не проводим, мы не танцуем в качестве отдыха. К вам приходят любители? Конечно, ко мне приходят люди, которые хотят научиться танцевать, но уже будучи во взрослом возрасте. То есть для них это первые шаги, и мне очень нравится за ними наблюдать, поскольку это как дети, как дети делают первые шаги. А я вижу людей взрослых, у которых уже есть определенный опыт жизненный, есть опыт взаимоотношения между балами, и они начинают танцевать, начинают делать свои первые шаги, они стесняются, они преодолевают себя. Но когда они начинают видеть, что у них что-то получается, они абсолютно счастливы, и в этот момент я тоже получаю удовольствие, глядя на них. Опять же, вот какая проблема. Женщины у нас более склонны к экспериментам. Я вполне могу себе представить, что у вас могут быть или в будущем, или даже есть сейчас ученицы, которым может быть 60 и даже больше лет, которые вот хочу научиться, всю жизнь некогда было, работала, а сейчас вот хочу. А мужчины у нас более консервативные, да, то есть вот так вот пойти учиться танцевать, как правило, танцевальные студии, даже вот там любительские, они там в 10 лет мальчишки уже как-то стесняются, уже там и так далее. У вас не получается, что по статистике вот девчонок их больше, чем ребят? По статистике 9 девчонок. Да, 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 да. Да, действительно, женщины более активны, по жизни активны и любят отдыхать активно, танцуя. Мужчина, как правило, после работы, после изнурительного дня, он уже не может ничего себе представить дальше, да, что он пойдет в зал и он будет там еще... У станка разминка. Ну, у станка нет, мы не стоим, у станка бальные танцы, это танцы в паре и физически они не требуют какой-то подготовки специальной. То есть для этого не нужно отжиматься, не нужно брать гантели, что здорово, что человек любой комплекции может танцевать. Но основная проблема – это действительно преодолеть себя, стеснение. Мужчина думает, что когда он будет танцевать, все будут на него смотреть и все будут делать какие-то выводы в отношении него. А что, нет, что ли? На самом деле нет. На самом деле... Я бы точно смотрела и выводы делала. Ну как, ну как, если плохо танцует, то смешно, если хорошо танцует, то классно. Да, но когда танцует пара, как правило, люди смотрят больше на партнершу. У нее красивое вечернее платье, у нее женщины больше склонны выражать эмоции в танце. И, ну, редко, когда смотрят вот на мужчину, чтобы он прям вот брал инициативу на себя в эмоциональном плане. У мужчины другая функция, он должен вести свою даму так, чтобы ей было комфортно с ним танцевать и чтобы она могла показать свою красоту. А к вам приходят парами или парами становятся у вас? По-разному, по-разному. Кто-то приходит в танцевальную школу, чтобы познакомиться и завязать отношения. Приходят пары, пары, как правило, которые дорожат своими отношениями и чувствуют, что им уже недостаточно эмоций в жизни. Они немножко в фазы таких вот страстных чувств уже прошла, и им нужно как-то освежить. И они приходят, начинают заниматься и действительно узнают себя и друг друга по-новому. Потому что, когда человек танцует, он раскрывается. Он может в жизни ходить на работу, общаться с людьми и внутренне подавлять какие-то эмоции в себе. А в танце он их раскрывает. И, быть может быть, вот просыпается тигр в мужчине, человек, который никогда этого не знал, но в танце под латиноамериканские ритмы, самбо или чирича или сальса, он начинает себя проявлять. С ума сойти. А как строится, в каком принципу строится бал? То есть, это вот один танец меняется другим, какая-то программа, там, как это все? Бал строится, ну, официальная часть, это церемония открытия. Как правило, это начинается с выхода дебютантов бала под звуки полонеза и открытия вальсом. А далее звучат ритмы популярных танцев, под которые люди могут выступить, танцевать что-то. С того, что им подвигаться, да. Да, они меняются парами, они приглашают друг друга, они знакомятся, они отдыхают. Это создается особая атмосфера, непринужденная, при которой люди склонны больше раскрывать себя. Танец это невинный повод и законный повод обнять женщину за талию, что обычной жизни ему не можно взять. Вы знаете, я вот как-то сидела, ведь очень популярно, там, знаете, есть даже закрытые клубы, где люди учатся танцевать танго. Сейчас достаточно много, да? Да. Латиноамериканские танцы, я помню, я как сидела в каком-то клубе, где параллельно шли занятия, то есть приходили люди, и там под красивую музыку, танго, они танцевали. Видно было, что это уже пара, которые не первый год занимаются. Я была шокирована тем, какой это трудный танец, то есть видно было, что это, как бы, такие практически профессионалы, то есть там какие-то свои законы. То есть нельзя так выпить для храбрости бокал вина и сказать, приглашайте, я готова потанцевать танго. Нет, то есть я прям видел, думаю, ничего себе. А какие танцы, вот, может быть, полегче, которые быстро схватывают ваши ученики, а какими вот танцами надо скорее больше и так достаточно серьезно заниматься, чтобы так уж проявить себя? В разном возрасте, по-разному, но вот я заметил, что люди в возрасте около 50 лет легко воспринимают фокстрот. Это ритм довольно однообразный, равномерный, и человеку легко услышать музыку и двигаться вместе с музыкой. Люди 20-30 лет больше любят латиноамериканские ритмы, сальса, бачата. Это вот я рекомендовал бы начать именно с бачата, это доминиканский танец, в котором слегка покачиваются бедра, это так слегка веселит занимающихся. Да, да. Вот опять же, знаете, еще что интересно, может быть, я не совсем по адресу задаю вопрос, но тем не менее, раньше, ну, есть же традиция первого танца свадебного, да? И раньше, конечно, это был цирк с конем, вот это вот топчащиеся друг у друга жених на платье у невесты, это, конечно, вырванные годы. То есть так, конечно, сняли все на камеру, но лучше...